Электронные обращения, прямые телефонные линии, выездные личные приемы. На заседании Бобруйского городского исполнительного комитета подведены итоги работы с обращениями граждан. Об эффективности и оперативности реагирования на вопросы бобручан. Виталий Гаврусов. Подготовился к свадьбе. Лизгинка. Чисто швейцарский. Сотни литров алкоголя изъяли сотрудники милиции в частном доме у неработающего бобручанина. Зачем человеку столько водки узнали наши корреспонденты. По жизни с песней эстрадной студии «Россы» 15 лет. О формуле успеха, планах на будущее и генеральной репетиции Елена Садовская. В 2015 году в госполком обратились более 2000 бобручан. Формат жалоб и просьб в электронном виде значительно упростил разговор населения с властью. В прошлом году интернетом воспользовались около 300 человек. Это сократило не только очереди, но и время на реагирование. У нас есть на главной страничке специальная рубрика электронного обращения. Гражданин заходит на сайт госполкома и заполняет в этой специальной рубрике свое обращение, содержание, отправляет на госполком. И мы в тот же день даем подтверждение, что это обращение получено. И оно рассматривается, как и письменное обращение. 125 человек в прошлом году остались недовольны ответом должностных лиц и воспользовались правом повторного обращения. Вечная тема – претензии к работе коммунальных и дорожных служб. Более 30% они составляют в общей структуре обращений. Ну и вторая по значимости – это, конечно, жилищные вопросы. Это граждане обращаются по вопросу улучшения жилищных условий. Как отметил председатель госполком Андрей Коваленко, принцип «сделал» до настоящего времени не стал девизом некоторых исполнителей. За собственную нерасторопность в прошлом году административно ответили 20 должностных лиц. Батареи бутылок элитного алкоголя и десятки литров чистого спирта обнаружили сотрудники милиции в частном доме у неработающего 40-летнего бобручанина. Среди прочего – дорогостоящие виски. Джек Дэниелс, Ред и Блэк Лейбл. Несколько ящиков с водкой «Белая береза» российского производства. Было выявлено 46 канистр объемом по 5 литров и общим объемом 200 литров спиртосодержащей жидкости. Это спирт. И было выявлено 427 литров фальсифицированной алкогольной продукции. Наличие такого алка-арсенала мужчина объяснил приготовлениями к свадьбе. Милиционеры склонны думать, что если веселье все же реально существующее мероприятие, то хозяину придется приобрести алкоголь с акцизной маркой Республики Беларусь. Истинное назначение и будущее содержимого подпольного склада определит суд. Сейчас проводится проверка. Десятки руководителей и учителей, артисты и общественные деятели, правоохранители и спасатели. Тысячи высококлассных специалистов получили старт в стенах Бобруйский школ. Выпуски разных лет в лицах представит Диана Унфольд. Крепкий четверошник. Выпускник 14-й средней школы 1972 года. Александр Агранович сегодня директор завода тракторных деталей и агрегатов. Я был обычный ученик. Я не любил точные науки. Не очень любил. Это и математика, это и химия. Хотя средний балл все равно был 4. Несмотря на любовь к истории и литературе, выпускник Агранович поступил в Могилевский машиностроительный институт. Я прошел школу производства на заводах от мастера до замдиректора. Прошел все ступени продовой деятельности. Только за последние 4 года из школ Бобруйска в большую жизнь вышло более 4 тысяч выпускников. Более 60% из них поступили в университеты. Среди выпускников города известны и сегодня во всем мире Бедваи Алла Славина, председатель Центра избиркома Беларуси Лидия Ермошина и звезда российского шоу-бизнеса Ирина Медведева. Татьяна Горбанюк – выпускница 20-й школы 1984 года. Сегодня майор милиции Горбанюк в управлении внутренних дел Бобруйского горосполкома отвечает за связи с общественностью. С одноклассниками встречается каждые 5 лет. Я была хорошей девочкой, хорошей ученицей. Не доставляла я хлопот ни маме, ни папе, и, я надеюсь, учителям, потому что я была и старостой класса, то есть на меня можно было положиться. Огромное спасибо нашей любимой учительнице, нашей классной, это Нине Николаевне. Она у нас учитель по географии была, и мы географию Пархимович, Нина Николаевна Пархимович, мы географию знали на зубок. 1982 год, значит, на экраны вышла картина «Принцесса цирка», и вот вместо того, чтобы пойти на уроки, мы всем классом пошли смотреть двухсерийный новый фильм. Светлана Бурлакова – выпускница 1970 года Бобруйской школы номер 21. Сегодня Светлана Алексеевна уже ветеран педагогического труда. Общий стаж в сфере образования – 36 лет. Школа, ну, как скажем, советского периода, это школа, в которой были замечательные программы, научно выверенные, очень достойные учебники и энциклопедически образованные педагоги. Что мне больше нравится в сегодняшней школе, это то, что школа все-таки очень хорошо оснащена, и учитель не единственный источник знаний. Светлана Алексеевна возглавляет клуб педработников в отставке. Все они тоже выпускники Бобруйских школ, но до сих пор продолжают учиться. Нас объединяют и профессиональные интересы, и интересы, связанные с изучением чего-то нового, потому что учиться всегда интересно. Выпускники Бобруйска живут в разных концах планеты Земля. Традиционно встретиться в этом году в стенах родных школ многие не смогут. Из-за погодных условий массовые мероприятия в городе ограничены. Однако сегодня благодаря скайпам, сайтам и телефонам общаться можно без границ. Диана Унфальд, Дмитрий Шевцов, Павел Зуев. Сегодня в Бобруйске. Все новинки кино и театральные премьеры. Развлечения, отдых и каталог организаций. Но главное только горячие новости. Все для вас и о вас. На городском портале www.bobrlife.bo. Все о жизни Бобруйска на Бобруйске. Для ребят она стала вторым домом. Эстрадной студии «Россы» сегодня 15 лет. Около 400 артистов выросли в стенах этой студии. О прошлом, настоящем и будущем уже заслуженного коллектива Елена Садовская. Сегодня у нее на воспитании больше сотни молодых артистов. От 4 до 25 лет. Она учит петь, танцевать и всегда даст дельный совет насчет внешнего вида. Балетная осанка и улыбка в любой ситуации. Так выглядит она в жизни на сцене. Этому учит и своих воспитанников. Уже 15 лет Юлия Гаврилкина руководит эстрадной студией «Россы». Я всегда говорила и буду говорить, что научить петь, это можно каждого, если иметь слух и желание огромное. Но самое главное, чтобы добиться успеха, это надо достать, раскрыть внутреннюю свободу. Это самое сложное. В 7 лет в студию Дарью привели родители. Уже 9 лет артистка Алыпова считает студию вторым домом. Летит на каждую репетицию и считает Юлию Гаврилкину второй мамой, участников студии второй семьей. Франция, Бельгия, Молдавия, Россия. На сценах этих стран выступала девушка с «Россами». Сегодня Алыпова Дарья точно знает, чего хочет от жизни. Студия воспитывала меня изначально с детства. Каждый мой год, каждый год это было испытание. Мне надо было сталкиваться с различными ситуациями, которые воспитывали меня не только как артиста, но также как и человека. Я собираюсь связать свою жизнь с музыкой. Я точно это не оставлю. И это будет меня вести по жизни. Занавес поднимается. Неоновый свет, снег, дым. Это не сцена с нашумевшего блокбастера. Это генеральная репетиция «Росс». От а до я и без запинок. Последние штрихи перед отчетным концертом. Все должно быть на высшем уровне, как и всегда. Это будет праздничная программа. Я хотела сделать, чтобы зритель пришел на наш концерт и получил огромное удовольствие. Это будет много позитива. Стильная прическа, костюм, смелый взгляд. Роман Чубарев занимается в студии 7 лет. Сегодня он выпускник и собирается поступать в военную академию. Но связь с «Россами» и музыкой останется. Я слушаю музыку, я танцую под музыку, я под нее пою. Я даже на уроках музыку иногда слушаю. Студия, она воспитала во мне то, что чуть по-другому меня поменяло. Я стал более интеллигентным, воспитанным. Она любит петь о дружбе и о любви. Камила Еремеева около двух лет назад пришла в эстрадную студию и ни минуты не пожалела об этом. Я научилась правильно дышать. Это очень важно при технике пения. Я нашла очень много новых друзей и, можно сказать, даже вторую семью. Пять детей и маленький кабинет. Так начинались «Россы». Сегодня это заслуженный любительский коллектив Беларуси. Около 400 воспитанников выросли в его стенах за 15 лет. После отчетного концерта подготовка к новым конкурсам, гастролям и, конечно, песням. Елена Садовская, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бобруйске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин